Несмотря на усилия республиканских и городских властей, число так называемых разливаек в Чубаксарах особо не уменьшается. Владельцы рюмочных каждый раз находят лазейки в законодательстве и отказываться от прибыльного бизнеса не торопятся. В администрации вновь обсуждали меры, которые помогли бы очистить город от такого рода заведений. Почти половина всех преступлений в республике совершается в состоянии алкогольного опьянения. Такова статистика МВД. Только в этом году сотрудники полиции составили около 700 протоколов на нетрезвых дебоширов. Многие рюмочные находятся в многоквартирных домах, а потому зачастую страдают и их жильцы. Город у них идет изнутри, правильно, все эти предприятия, которые находятся нам, все они, то есть, начиная ГУБДП, спектрные напитки оттуда и уходят уже для адвокатного состояния. После этого нарушают общественный порядок. Несмотря на рейды, которые проводят полицейские, а также лишение злостных нарушителей лицензий, предприниматели все равно находят лазейки. Некоторые питейные заведения меняют вывески на предприятие общепита, где круглосуточно разрешена продажа алкоголя. Или регистрируется как новое юридическое лицо. Так, например, организация Дубки, которая была лишена права на торговлю алкоголем, теперь называется Дионис и продолжает работать. Мы приходим, мы все, что можем проверить, это законность использования данного помещения и соответствие условиям договора аренды, на которых он был взят. Предприятие общественного питания, ну да, оно там есть. А какие там нарушения в конечном счете есть, это, к сожалению, мы сделать не можем. Несмотря на несовершенство законодательства, городские власти отступать не намерены и продолжат борьбу с питейными заведениями. Вероника Павлова, Вадим Владимиров, Вести Чуваша.